Приветствую вас в данном видео, в котором мы рассмотрим директивы условия IF, а также поговорим об операторах. И начнем с вами с рассмотрения операторов. Препроцессор SAS предоставляет нам возможность производить некоторые манипуляции с данными без использования каких-либо функций. А именно сложение, вычитание, умножение, деление и остаток отделения. Остаток отделения мы рассматривать не будем, так как в этом нет особого смысла. А давайте для примера перейдем в код, где откроем файл style.scss и найдем класс блок. Для данного класса мы установим свойство vis. Оно будет переопределять данные свойства со значением 500. И в качестве значения для примера мы напишем следующее выражение 500 плюс 20 пикселей. Если мы сохраним изменения и откроем файл style.scss, то у нас будет предсказуемый результат компиляции, а именно 520 пикселей. Давайте мы на это посмотрим, на данный блок. И мы видим, что данный блок у нас имеет 560. Это из-за того, что слева и справа у нас паддинги. Ну а в целом значение ширины равное 520 пикселей. Мы можем указывать, точнее не указывать значение в пикселях. И при этом если тут поставим 30, то результат у нас будет 530 пикселей. Если мы вообще уберем единицы измерения и нажмем сохранить, то в результате SAS нас поймет, но не поймет какие единицы измерения мы используем. И при этом результат будет равный 530 пикселей, что является некорректным. Поэтому нужно быть внимательным при таких вычислениях. А как вы думаете, что будет если мы 500 пикселем прибавим допустим 20%? Сохраним изменения. И многие из вас обрадуются и подумают, что все будет высчитано корректно. Но я спешу вас огорчить. В данном случае SAS выдаст нам ошибку. При этом он напишет, что данные единицы измерения несовместимы. Поэтому об этом стоит помнить. Аналогично к сложению работает у нас вычитание. Поэтому рассматривать данный оператор на таких же примерах мы не будем. Давайте перейдем к умножению. И попробуем умножить значение 250 пикселей. Умножить на допустим 2,5. Если мы сохраним изменения, то в результате видим, что это скомпилировалось в ширину 625 пикселей. То есть все отработало у нас корректно. Если же мы для значения 2,5 добавим пикселей и сохраним изменения, то открыв терминал у нас появится ошибка. На самом деле я думаю, что вы бы и не догадались, что появится ошибка. Но дело в том, что припроцессор пытается умножить не только данные значения 250 и 2,5, но также он умножает единицы измерения. И при этом он получает 625 пикселей умноженные на пиксели. Но так как пиксель умноженная на пиксель является некорректным значением CSS, он нам выдает ошибку. И аналогично будет происходить с любыми другими единицами измерения. Допустим мы укажем 2,5%. Получаем ошибку, что пиксели умноженные на проценты нет такого значения в CSS. И теперь рассмотрим еще одну возможность. Это деление. Последний оператор. Работает оно немного схоже с умножением. И чтобы использовать деление, вы должны помнить, что необходимо помещать выражение в скобки. Это помещаем выражение в скобки. И давайте мы попробуем 500 пикселей. Давайте даже 1000 пикселей. Мы поделим... 1000 не подойдет. Давайте 900. Чтобы значение отличалось. Поделим на 2. Сохраняем изменение. И видим, что результат у нас 450 пикселей. Все отрабатывает корректно. Соответственно, если мы будем производить деление не на 2, а на 2 пикселя, то сохраняем. Видим, что ошибки у нас никакой нет. Но при этом результат равен просто 450. Происходит это потому, что это как аналогично с умножением. Делится 900 на 2 и делятся пиксели на пиксели. В результате чего пиксели попросту сокращаются. И значение у нас становится равное 450. Если мы поделим, допустим, 900 пикселей на 2 и при этом еще добавим 1 пиксель, то уже результат будет корректный и равен 451 пиксель. При этом все уже отработает. Если же мы будем делить 900 пикселей уже на 2%, то в результате чего будет у нас происходить ошибка. Ошибка будет потому, что 900 на 2 равно 450, а пиксели поделить на проценты невозможно и никаким образом они не сокращаются. И это становится невалидным значением в CSS. В целом это все про операторы. На самом деле многие из вас скорее всего скажут, что существует функция calc, при помощи которой можно совмещать различные единицы измерения, при этом все будет корректно подсчитано браузером. Я соглашусь с вами, так как данная функция является более гибкой, а пользоваться рассмотренными операторами мы можем иногда, когда хотим сократить лишь свой код. Но помните о том, что такая возможность существует. Следующее, что мы рассмотрим, это использование условной директивы if. Давайте удалим данную ширину, она нам больше не нужна. И перейдем к директиве if, которая срабатывает при выполнении определенного условия. И если данное условие не возвращает false или null. Если возвращается false или null, мы можем делать проверки далее при помощи else. Давайте это рассмотрим на небольшом практическом примере. Откроем файл с миксинами. Так, файл ссс нам понадобится. И здесь мы напишем еще один небольшой миксин. Давайте напишем так. Миксин, который мы назовем button. То есть мы будем с вами создавать некоторую кнопку. Мы, конечно, не будем делать кнопку супер универсальной, а создадим ее для рассмотрения примера использования директивы if else. Передадим ей в качестве параметров следующие аргументы. Пускай это у нас будет bg color. Нет, давайте не bg color. bg and border color. Через запятую зададим font color. Можно сразу же установить значение по умолчанию. Поставим здесь у нас, допустим, красный цвет, а цвет шрифта будет у нас белый. Ну, пока что этого хватит. После чего... Так, давайте я тут немножко отступлю. После чего мы напишем стили. Пускай это будет у нас ширина. 220 пикселей у этой кнопки. Box sizing равное border box. Color у нас будет равен font color. То есть по умолчанию белый цвет шрифта. Font size. Ну, давайте 16 пикселей. Lane height. Допустим, 26 пикселей. Paddingи давайте сверху и снизу по 10. После чего, если это будет ссылка, мы уберем text decoration, сделаем none. Сделаем ее блочный данный элемент. Так, выровняем по центру. Text line center. И установим background color. Background color со значением bg and border color. Вообще, данная переменная у нас будет отвечать за цвет фона или за цвет рамки. Рамку мы пока что создавать не будем. А давайте... Я далее объясню, почему. А давайте пока что перейдем в HTML, где мы создадим ссылку с классом btn. В качестве... Здесь мы напишем кнопку просто. Этого нам будет вполне достаточно. Так, сохраним изменения. Ошибок никаких нет. И давайте вставим CSS для класса btn для нашей кнопки. Мы подключим mixin, который называется... Так, button. Тут мы изменения не сохранили, по идее. Так, сохраняем изменения. Ой, не mixin. Include. Извиняюсь. Include button. Так как у нас имеются значения по умолчанию, то пока что мы ничего передавать туда не будем. Давайте лишь посмотрим на результат в браузере. Так, это мы закрываем. У нас появилась такая кнопка. Давайте мы ее еще и отцентрируем. Сделаем margin. 50 пикселей. Таким образом у нас появился следующий внешний вид нашей кнопки. И теперь давайте мы предположим такой вариант, что по дизайну у нас имеется вот такой вот внешний вид кнопки. И имеется аналогичная кнопка, у которой отсутствует фон, но у нее имеется рамка со всех сторон, допустим, тоже красного цвета. При этом все остальные стили у нее одинаковые. Нам, соответственно, не хочется дублировать код и создавать еще один mixin для другой кнопки. И мы можем воспользоваться директивой if. Для этого нам понадобится еще один параметр. Так, мы его передадим в mixin и назовем, пускай будет border. Будем по умолчанию туда передавать какое-то определенное значение. Давайте по умолчанию мы будем передавать false. То есть, рамка у нас будет отсутствовать по умолчанию, когда мы будем подключать этот mixin. Теперь нам необходимо написать некоторую проверку при помощи директивы if. Пишется данная директива при помощи знака собаки. Дальше мы пишем if. И указываем некоторые условия. Если у нас получается border, далее указываем равен true. Пишем фигурные скобки и указываем какие-то определенные стили, которые будут применяться при том условии, если данный параметр равен true. То есть, если он равен true, то, соответственно, у нас должна быть рамка. То мы пишем border и, допустим, заводим рамку 2 пикселя сплошную данного цвета. Поставляем эту переменную. Если у нас это условие не срабатывает, то, соответственно, рамки у нас быть не должно. И у нас кнопка должна быть закрашена при помощи background color. Соответственно, мы можем написать иначе если, то есть else if. После чего мы пишем border равняется false. И в фигурных скобках можем указать данное свойство с этим значением. То есть, таким образом, в этих свойствах мы вообще не указываем ни border, ни background color. А уже, исходя из данной переменной, у нас определяется, будет ли у нас рамка и кнопка не будет закрашена, либо у нас будет попросту цвет фона у нашей кнопки. Мы можем, на самом деле, не писать вот данную конструкцию, а просто поставить else и все отработает корректно. Но, теперь давайте мы сохраним изменения, перейдем в браузер и посмотрим на результат. Мы видим, что ничего не поменялось, так как по умолчанию у нас стоит border false. И, соответственно, рамки не должно быть, а фон должен присутствовать. Если же мы передадим здесь border и укажем значение true, сохраним изменения, то видим, что кнопка меняет свой внешний вид. Таким образом, мы здесь можем передавать и другие параметры, которые мы включили. Это указывать как цвет фона и рамки, либо цвет шрифта. Давайте мы это сделаем. Первым параметром мы передадим цвет, пускай у нас будет вот такой, после чего черный цвет шрифта и, соответственно, это уже не обязательно нам указывать. И true. В результате кнопка у нас будет желтая, желтой рамкой черного, черный цвет шрифта. И, если мы поменяем на false, то, соответственно, кнопка станет желтого цвета с заливкой. И таким довольно легким способом мы можем манипулировать данными. И помогает нам в этом использовании условной директивы if. В целом, это весь пример, который я хотел вам показать. Надеюсь, он был более таким практическим. И вы сможете применять данную директиву уже в своих проектах. А на этом у меня все. Большое спасибо за внимание. И до скорого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok